Здравствуйте, с вами Дина Краснова и в этом видео я вам расскажу про новшество программы 1С Бухгалтерия 8, редакция 3.0, которая доступна начиная с версии 3.0.161. Это раздел «Финансорганизация». С помощью данного раздела можно увидеть данные об остатках на счетах, а также посмотреть отчеты по расчетам с покупателями и поставщиками и оценить свое финансовое состояние. Данный раздел доступен в разделе «Руководителю финансорганизации» и также можно заходить через раздел «Банк и касса», здесь тоже есть «Финансорганизация». Можно выбрать банк, по умолчанию здесь по всем банкам данные показываются, если у вас, например, несколько расчетных счетов. Также можно обновить сведения и здесь можно подать, например, заявку на лизинг либо на кредит. Если вы видите, что у вас не хватает собственных средств. Кроме этого, здесь доступен раздел «Дебиторская задолженность» и можно посмотреть динамику задолженности, сформировать отчет. Данные мне надо поменять за этот период, у меня нет данных. Здесь также можно посмотреть задолженность под уговором, то есть это отчет. Если нажать на три точки «Задолженность по срокам долга» и «Неоплаченные счета». Эти отчеты, они все доступны в разделе «Руководителю», но здесь они также собраны отдельно, чтобы их можно было посмотреть. По кредиторской задолженности также можно динамику задолженности посмотреть, посмотреть задолженность по договорам, посмотреть задолженность по срокам долга и также «Неоплаченные счета». Здесь по поставщикам, по счетам поставщикам у меня учет в программе не ведется. Кроме этого, здесь доступно «Согласование платежей». Если у вас подключено функциональное согласование платежей в разделе «Настройки функциональных банк и касса согласование платежей», то есть здесь установлен флажок. Но про согласование платежей у меня есть отдельное видео на канале, можете его посмотреть. Отсюда мы также можем заходить в раздел «Согласование платежей» и делать согласование. Кроме этого, если у вас функциональности активно «Планирование платежей», то есть установлены вот эти флажки «Планирование платежей поставщикам» и планирование платежей от покупателей, будет доступен раздел «Планирование платежей». То есть, по сути, это платежный календарь, и здесь указываются данные. То есть, мы можем перейти по гиперссылке и увидеть сам платежный календарь. Про платежный календарь у меня тоже есть отдельное видео на канале про то, как его настраивать. Можете тоже найти и посмотреть. Ну и в целом, здесь можно увидеть все финансы по организации, то есть, какие остатки. Здесь также можно переходить по счетам к выписке, к платежным поручениям, к обмену с банком, то есть, настраивать обмен и отчет по банкским операциям смотреть. Если у вас, например, несколько счетов, можно выбрать какой-то один банк и смотреть по нему. Ну, либо сразу по всем. Если нужно, здесь можно также сведения обновлять. Вот такой вот новый раздел «Финансы организации», который появился в программе, начиная с версии 3.06.161. Буду рада вашим комментариям, будете ли вы пользоваться данным разделом, удобен ли вам. Он, возможно, уже пробовали и смотрели, и получилось ли здесь посмотреть все данные, поформировать отчеты. Также этот раздел будет удобен для вашего руководителя, если, например, он имеет доступ к программу 1С-бухгалтерии. То есть, здесь тоже можно смотреть все отчеты, например, из раздела «Руководителю» заходить. Больше полезной информации по бухгалтерии, налогам и программам 1С вы найдете в моем телеграм-канале «Бух1С». Ссылка на канал есть под этим видео. Либо переходите по QR-коду на экране, либо ищите в поиске «Телеграма» «Бух1С». А если вам нужно быстро изучить программу и посмотреть все основные операции предприятия, оказывающие услуги, то подписывайтесь на мою бесплатную шпаргалку, в которой в виде сквозной задачи рассмотрены все основные операции такого предприятия. Ссылка на шпаргалку есть под этим видео, либо переходите по QR-коду на экране. И также у меня можно приобрести программу 1С. Я являюсь официальным партнером. Можно приобрести электронную базовую версию удаленную для всей России. Также предоставляю доступ к различным программам 1С в облаке. Ссылка на контакты и подробности есть под этим видео, либо переходите по QR-коду на экране. Я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал, поддерживайте это видео лайком и комментарием. Пишите в комментариях, будете ли вы использовать новый раздел «Финанс и организация». И также заходите на мой сайт asbufa.ru с полезной информацией по бухгалтерии, налогам и программам 1С. И подписывайтесь на мои другие группы в соцсетях. Например, в группе ВКонтакте можно задавать вопросы на стене группы и также участвовать в обсуждении вопросов других участников. Все ссылки на соцсети есть под этим видео и также на экране. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи в моих следующих видео.